В Твери разгорается очередной скандал, связанный с финансовыми мошенниками. На этот раз речь идет о кредитно-потребительском кооперативе, который в течение трех лет привлекал средства граждан, в первую очередь пенсионеров. До поры до времени дела у этой организации шли своим чередном. Однако на прошлой неделе люди, придя, чтобы получить процент, обнаружили закрытые офисы этого самого КПК, название которого превратилось в насмешку. Надежные сбережения. Тему продолжит наш корреспондент. Около двух лет назад Александра Николаевна принесла сюда, на Советскую 64, все свои сбережения. Время от времени приходило еще, чтобы пополнить вклад, который, согласно обещанным процентам, рос как на дрожжах. Когда 9 февраля пенсионерка решила добавить еще, то увидела перед входом невеселую картину. Стоят женщины, плачут. Говорит, мы были вчера 8-го, нам пообещали 9-го. Они пришли за вкладами, а тут закрыто. Люди пытались связаться с хоть каким-то представителем КПК надежные сбережения. Однако все попытки оказались бесполезны. Не работает даже сайт, не говоря уж про все остальное. На телефоны они не отвечают. Написали почтой, чтобы вернули вклад, потому что уже поняли, что ситуация критичная. Соответственно, почта по адресату письмо не отдала. В интернете смотрели, нашли телефон еще сотовый, Ускова, учредитель, он единственный учредитель. Он тоже на телефоны не отвечает. При этом, как один, члены кредитно-потребительского кооператива признаются, что кто под влиянием сарафанового радио, а кто и рекламу в СМИ, принесли сюда свои сбережения, купившись на обещания высоких процентов. И не смущало даже то, что ставка время от времени корректировалась в сторону уменьшения. Сказали 12 процентов. Потом пришел, смотрю, у меня процент снизили. 9,6, по-моему, было. Потом еще раз снизили. А то, короче, сейчас у меня уже почти 8 процентов только. Эксперты, слыша такие аргументы, только руками разводят. Истории всевозможных пирамид и прочих мошеннических организаций в нашей стране уже почти 30 лет. И тем не менее, граждане продолжают покупаться на посулы, быстро и ничего не делая разбогатеть. Между прочим, есть как минимум три момента, которые должны насторожить. Нереальный доход, который отличается от среднего по рынку, в отрыве от среднего по рынку. Это активная реклама. Мы понимаем, что хороший продукт, хороший товар в такой массированной атаке маркетинговой не нуждается. Ну и, конечно, обращать внимание на легальность действия данной организации. То есть изучать внимательно сайт, изучать документы. Юристы, со своей стороны, в тех случаях, когда фирма, что называется, залегла на дно, советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Члены кредитно-потребительского кооператива «Надёжные сбережения» именно это и собираются сделать. Нужно что, идти в РОВД, ну тут подложили в центральный, раз это центральный, писать заявление. Вот возбуждено уголовное дело против начальника. Эксперты отмечают, что главное в таких случаях не тянуть время. Тогда шансы есть не только найти мошенников и привлечь их к ответственности, но и самое главное вернуть вклады. Если это не явное уголовное мошенничество, то в большинстве случаев люди возвращают. Не все, конечно, те, кто более первыми обратились, ещё есть деньги на счету, есть имущество. Если в последующем объявлена процедура банкротства, это юрлица, то, соответственно, вернуть в каком-то проценте, в какой-то части возможно. Положительных прецедентов хоть и немного, но всё же они имеются. У КПК «Надёжные сбережения» отделения были в десятках регионов страны. Одно из них в Ижевске, где в декабре прошлого года Октябрьский районный суд признал виновными двух женщин, которые организовали финансовые пирамиды «Модреал» и «Надёжные сбережения». Ущерб составил 16 миллионов 700 тысяч рублей, которые успешно взыскали.